В общем, после непродолжительного застроя, связанного в основном с экономическими проблемами, вызванными вторжением в Эфиопию, строительство торпедных катеров в Италии возобновилось просто ударными темпами. В ноябре 1935 года фирма «Бальетта» представила новый проект сверхбыстроходного торпедного катера, являющегося развитием МАС-431. В размещении было увеличено до 19 тонн, длина 16,5 метров, одноступенчатый редан с увеличенным развалом V-образностью, три мотора изотов Раскини АСА-500, 500 л.с., скорость ожидалась не менее 40 узлов. В вооружении два торпедных аппарата вот этой системы Минезини с боковым импульсом и два крупнокалиберных пулемета «Бреда» 13,2 мм, носу один на корме. Проект был одобрен с минимальными изменениями, флот настоял на увеличении водовремещения до 21,5 тонны. И в итоге был заказан катер, получивший номер, вот как мы говорили, недавно погибшего 424-го. То есть таких катеров было два. Тем временем фирма изотов Раскини создала новый мотор АСА-1000. Четырехтактный, ну, как он называется по-нашему, трехрядный, да, вот это в форме W. 18 цилиндров, вес 1370 кг. Под него фирма Бальета получила задание модифицировать данный проект, то есть вместо трех валов, ну, трех двигателей на трех валах, сделать двухвальным. И для улучшения устойчивости на курсе, вот по результатам испытаний 431-го, было решено сделать его двухриданным. Ну, в итоге катер по проекту имел возмещение 22 тонны, длина 17 метров, ширина 4,4, осадка метра 25. Ну, расскажем, наверное, об этом катере чуть подробнее, поскольку он послужил как бы основой для дальнейшей массовой серии. Значит, деревянный корпус, риданный, с достаточной V-образностью, трехслойная обшивка, ну, это уже тоже стандартно к тому времени было. Набор деревянный, но укрепленный продольными стальными трубами, ну, для придания, соответственно, большей прочности конструкции. Высота корпуса порядка 2-15, делился на 8 отсеков. Бензин располагался в четырех больших цилиндрических баках, парами расположенных на носу и на корме. Два главных мотора и два вспомогательных располагались в одном отсеке. Также имелась закрытая ходовая рубка, такая с достаточно большим остеклением для улучшения обзора. Рядом с ней располагается радиорубка. Помимо двух основных моторов АСА-1000 имелось два автомобильных мотора Корана по 40 лошадиных сил для экономического и малошумного хода. Один руль, такой достаточно сильно выступающий за габариты катера, достаточно большой площадь для такого типа катеров, ну, для улучшения управляемости. Во время производства атаки командир должен был находиться на мостике, который располагался позади рубки, впоследствии туда же выносился и штурвал. Сразу было заказано 24 катера, то есть 6 дивизионов по 4 единицы. Номинаем присваивались, как бы уже, если последний из предыдущих был там 441, по-моему, то здесь сразу решили начать с 500. Поэтому вот все катера данного типа впоследствии так и назывались, тип 500 или по-нашему 500-й серии их называют. Точной даты заказа нет, вообще ее нигде не приводится, возможно, не сохранились данные. Но это где-то произошло в конце 35-го года, начале 36-го. Для постройки было выбрано 5 верфей. Бальета, ну, вообще фирма Бальет, она располагается в городке Верация, это западные Генуи. Сейчас, возможно, уже даже в черте Большой Генуи находится. Это 10 единиц, причем не считая вот того под номером 424. Они очень похожи были. Далее фирма Пикьотти из Лимита де Арно. Это, я так понимаю, это вообще район Флоренции. Там он находится на реке, что интересно. 5 единиц. Небезызвестная фирма Сцерда из Мэнфальконы, которая строила линконы большие. Вот ей еще 3 тропяных катера заказали. И две фирмы из Венеции, небольшие, видимо, частные. Фирма Челли, 4 единицы. И фирма Сачин, это аббревиатура, 2 единицы. Когда заказ был оформлен, строительство серии началось, фирме Сцерда заказали еще один катер, 4-й, под номером МАЗ-525. В экспериментальных целях его решили сделать металлическим, с металлическим корпусом, не с деревянным. Постройка шла быстро. Первым на воду сошел МАЗ-509 фирмы Бальетта. Это случилось 15 февраля 1936 года. Последним МАЗ-518 фирмы Пикьотти, 19 мая 1937 года. А заказанный первым МАЗ-424 был спущен на воду в декабре 1936 года. Но в ходе предварительных испытаний возникли проблемы, заставившие его возвращать на верфь, потом снова возобновлять испытания. В общем, встроен вошел самым последним. Испытания серии начатые весной 1936 года превзошли самые радужные ожидания. Да, самым быстроходным оказался МАЗ-524 фирмы Челли, показавшие на испытаниях 51,6 узла. При водозамещении больше 19 тонн. А самым медленным МАЗ-523 фирмы Сачин, развивший всего-то 45 узлов. Маловато будет. При полном водозамещении, при 22 тоннах, то есть это водозамещение как бы реальное, в боевых условиях. Нагруженный, короче. Да. А средняя скорость, усредненная по всей серии, составила 47,5 узлов. При нормальном водозамещении. 21 тонну. При этом дальность плавания полным ходом составила 400 миль. А экономичным, на вспомогательных моторах, 6 узловой скоростью, 1000 миль. Ну, понятно, что в реальных условиях боевых действий это просто тактически невозможно было обеспечить. Но если было необходимо, вот 1000 миль могли пройти. Единственным изменением в проект, внесенным по результатам испытаний головных катеров, стал отказ от носового пулемета. Ну, просто для того, чтобы лучше, обеспечить лучшую развесовку. От носового отказались. Поэтому все катера с одним пулеметом, несколько глубинных бомб, два торпедных аппарата. А, ну и плюс еще отказались от того, чтобы улучшить, опять же, уменьшить искливость на курсе. Ну, нужно сказать, что эти торпедные катера, уже будучи в строю, там установили массу мировых рекордов, опять же, в своем классе, там по дальности, по скорости, по продолжительности хода на максимальной скорости. Ну, там такие, на мой взгляд, чисто экономический интерес представляют. Ну, как в авиации, так даже многие рекорды ставились, такие сугубо ради галочки, наверное. Что же касается МАЗ-424, вот его фотографии, внешне он практически неотличим, то на испытаниях он достиг 40,19 узла, при размещении также чуть больше 19 тонн. Но из-за, как бы, того, что скорость оказалась ниже, чем у серийных, его вооружение ограничено вообще одним пулеметом бетоночного калибра. Вот так. Ну, также нужно отметить, что стоимость одного катера в ценах 40-го года составила от 355 до 415 тысяч лир за корпус и миллион 60 тысяч для за моторы. Ну, нужно сказать, что в годы войны, естественно, на сексе, где расставилось дополнительное оборудование, увеличился боезапас, дымовая аппаратура. Опять же, в связи с тем, что увеличилось, ставилось новое оборудование, экипаж возрос с 9 до 11 человек, ну, это не могло не привести к росту размещения, которое достигло 24 тонн. Скорость упала до 42 узлов, но это, тем не менее, оставалось очень и очень неплохим результатом. Понятно, конечно. Ну, как я уже говорил, в ходе войны там и... Ну, одна из таких фишек, которые делалось обязательно, это вот эта их мачта такая, треногая, ажурная, снималась, обычно заменялась такими двумя растяжками для радиоантенн, там к рубке они так крепились, такие дугообразные. Опять же, нахождение командира вот в рубке низко над водой оказалось непрактичным, поэтому в годы войны на мостик просто выносился дополнительный руль и вместо командира находилось там. В рубку вообще редко опускались, ну, сходили, что, ну, на ходу. Плохой обзор не был, да? Да. Ну и кроме того, крупнокалиберные пулеметы на большинстве катеров заменили в годы войны на 20-мм. Логично. В общем, как гласит итальянский официоз, блестящие результаты скорости первой серии типа 500, которые побили множество международных рекордов, заставили поверить, что наконец-то был достигнут оптимум в конструкции массов. Ну, также нужно сказать, что в конце 35-го года, когда еще не были получены результаты испытаний дизельных катеров, в дополнение вот к 10-ти заказанным катерам типа 500 первой серии, флот заказал фирме Бальету еще пару катеров с дизельными двигателями. Соответственно, они получили номера МАЗ-451 и 452. Вот нигде нет объяснений, почему вдруг те же самые катера внешне абсолютно неотличимы. Почему им дали два других номера? Вот зачем это было сделано? Непонятно. Чтобы никто не догадался. Да, причем эти номера даже не продолжали линейку от старых. Предыдущую. Да, то есть там на 4-й 41-м оборвалась она. Зачем? Почему? В общем, необъяснимо. Ну, ладно, это не суть. Два-то этих катера были заложены в январе 36-го года. Практически ничем не отличались, только на метр длина увеличилась. И размещение в связи с более тяжелыми двигателями возросло до 24,5 тонн. Испытания начались в 38-м году. В общем, повторились все те же самые проблемы, что на других катерах. В итоге, несмотря на то, что итальянский флот, конечно, был очень заинтересован в катерах с дизельными двигателями и повышенной дальностью плавания, плюнули, поставили те же самые моторы АСА-1000 и вспомогательные Альфа-Ромео по 70 лошадиных сил. В общем, все это завершилось только к концу 40-го года. То есть, если учесть, когда они были заложены, в общем, почти 5 лет. А, нет, почти 4, да. В январе 36-го они заложены, только к 41-му вошли в строй. В общем, на испытаниях уже с бензиновыми моторами развили те же самые один 42,4, другой 44,6 узла при размещении порядка 24,5 тонн. В общем, что нужно отметить, что заказаны эти два катера были как бы между первой и второй серией массов вот 500, типа 500, а в строй вступили между второй и третьей сериями. Это просто так вот, чтобы иметь представление о линейке развития. В общем, карьера этих двух катеров оказалась весьма короткой и крайне неудачной. Вскоре после испытаний их передали вот той самой знаменитой десятой флотилии масс. в июле 41-го года там была опять же тоже знаменитая описанная князем Боргеза атака на Мальту, в ходе которой они оба благополучно и сгинули. Один был потоплен, а другой англичане даже захватили. Ну, об этом мы поговорим как-нибудь потом, когда вот про Мальту у нас скажут или про специальные штурмовые средства. Этот эпизод обязательно мы упомянем. А пока же перейдем к дальнейшему рассказу о типе 500. В общем, после феноменального успеха первой серии флот решил развивать ее дальше и в рамках программы 1938 года заказал вторую серию из 25 единиц с номерами с 526 по 550. Ведущий в этой постройке опять оставалась фирма Бальетта, но заказ был разделен между четырьмя уже хорошо зарекомендовавшими себя верфями. То есть Бальетта получила заказ на 10 единиц, Пикьоти на 5, ну или там все три уже, остальные на 5. Пикьоти, Челли и Церда. По условиям контракта котеля должны были быть поставлены флоту с конца июля по конец, с конца июля 1938 года по конец сентября 1939. Цены на катера порядка четырехсот тысяч за корпуса и по миллиону за двигатели. Но опять же нентиляция, нентиляция, все растет. Уже после выдачи заказа было решено, что один из пяти катеров по стройке Церда опять сделалось металлическим корпусом. Это был МАС-550, последний в линейке номеров. В общем, по сравнению с катерами первой серии отличия были минимальными. Стоит упомянуть, что несколько увеличены размеры, подразмещение полное увеличилось до 25,5 тонн, но в годы войны оно возросло еще больше, 26-27 тонн, длина 18,7 метра. Для улучшения устойчивости на курсе, помимо риданов, был введен такой небольшой фальшкиль, вот он на чертеже виден, такой треугольный. И у катеров этой серии были разные моторы вспомогательные, там все небольшой мощности, либо Корана в 50 лошадиных сил, либо Альфа-Ромео в 70. Ну, естественно, поскольку катера были тяжелее, то на испытаниях двигатели остались теми же. На испытаниях, естественно, скорость ожидаемо оказалась чуть меньше. Максимальную показал МАС-526, 47,85 при размещении 21,3 тонны. Средняя скорость по всей серии 44 узла при нормальной нагрузке, при полной 42. Ну, тоже вполне себе замечательный результат. Ну, поскольку постройка была поручена опытным выстрям, производительство шло быстро, и все катера вошли в строй в течение 1939 года. Единственным опоздавшим был МАС-550, этот металлический, поскольку все-таки там технологии другие, в общем, он на 9 месяцев позже вступил в строй. Но, правда, был легче, тоже ожидаемо на полторы тонны и чуть покороче. Причем получил моторы АСА, ну, там вот АСА, это как бы, даже не знаю, как назвать, марка, да, мотора, а там еще у него были модификации. То есть, у этого катера стояли моторы АСА-1000, модификации, модели АСМ-181, общей мощностью 2300 тонн, 2300 лошадиных сил. В общем, на испытаниях от металлический катер развил 47 узлов при размещении 20 тонн, а в нормальному грызу давал 45. То есть, оказался полегче и побыстрее серийных деревянных. Правда, платить за это пришлось тоже, поскольку металлический корпус сильнее передает вот эти ударные нагрузки, которые возникают при движении ряданного катера на волне, то в ходе службы на этом катере регулярно случались разрывы продольных связей, что заставляло его долго находиться в ремонте. В общем, в итоге, во второй половине 41-го года его пришлось вывезти из боевого состава и в разоруженном варианте передать в школу мотористов в поле. Ну, что же касается всех остальных деревянных серийных катеров, то они прошли те же самые модернизации, что и катера первой серии. То есть, да, еще забыл упомянуть, что вот в отличие от этой многоопорной мачточки, которая была на катерах первой серии, эти получили простую однодревковую мачту, заваливающуюся, стоящую позади рубки. Но тем не менее, в годы войны ее тоже регулярно заменяли на просто растяжки для радиоантенн. Значит, также выносился штурвал на мостик, пулемет заменялся на зенитные автоматы 20-ти миллиметровые. Ну, вот 4 катера этой серии итальянцы послали на Ладожеское озеро. Там много, вообще, наверное, самые лучшие фотографии из всех массов, это вот сделанные финнами на Ладоге. Идем дальше. В мае 40-го года итальянский флот заказывает еще 12 катеров типа 500 третьей серии с номерами масс с 551 по 562. Полностью аналогичные второй серии с учетом внесенных в нее изменений. Заказ снова делится между пятью верфями. Одну единицу поручили ранее не занимавшись строительством катеров фирме Чи-Эн-А это Конституционе Навале и Аранаутича время. Причем этот катер строился с петаллическим корпусом. И дальше фирмы Церда, Пикьоти и Челли по 3 единицы, а Болета в этот раз получила заказ всего на 2 единицы. Ну и помимо вот этой Церна, Цердат также металлический. То есть 4 катера с металлическими корпусами получили номера с 551 по 554 как бы что вот один дивизион с прямым порядком номеров. Все остальные были стандартными деревянными. Кроме того уже в октябре 40-го года если вот эта серия заказывалась в мае, то в октябре в фирме Больета заказали еще 2 катера. Это 563 и 564. Вот там была история что есть сначала заказали катера экспериментального типа, о которых мы чуть ниже еще скажем. А потом заказ на них отменили, но фирма уже начала заготовку материалов, поэтому ей просто заказали еще 2 стандартных. В общем, в конечном итоге в этой серии было 14 единиц. Значит, основное отличие от предыдущих заключалось сугубо в том, что 20-ти миллилитровый автомат на них ставился изначально. Вот, плюс усиливалось дно, днище в кормовой части, вот, который испытывает наибольшие удары при движении. И штурвал сразу выносился на мостик. Водоизмещение для деревянных катеров составило 26 тонн, для металлических они были полегче 25. Реально во время войны доходило до 29,5 и 28,3 там, 28,3 100. Значит, все катера получали моторы АСА-1000 модели АСМ-183 той же самой общей мощностью, 2300 лошадиных сил и вспомогательные моторы Альфа-Ромео по 70 лошадиных сил. Правда, после первых испытаний на них на всю серию поставили новые винты, там, с большим диаметром, но чуть меньшим шагом, как бы это обеспечило более эффективную работу двигателей, в общем. Короче говоря, вся серия в среднем показала 43 узла на испытаниях, в нормальной нагрузке, в полном грузу давали те же самые 41-42 узла. Ну вот можно отметить по фотографиям, что вот металлические катера отличались такой сглаженный переход имели обшивки на стыке палубы и борта, тогда как у стандартных деревянных там была такая вот ровная. Ну, нужно сказать, что несмотря на состояние войны, все катера вошли в строй в течение 41-го года, то есть опыт, полученный фирмами, уже так хорошо себя показывал, исключением стал единственный вот этот катер МАС-551, заказанный вот той самой фирме не имевшей опыта. Видимо, состояние там было настолько аховое, что этот катер вошел в строй всего за три дня до заключения перемирия. То есть если все в 41-м году, то этот в сентябре 43-го. Естественно, никакого участия в боевых действиях он принять уже не успел. Ну, несмотря на то, что катера данного типа составляли основу флотилий тропедных катеров итальянского флота, вполне ожидаемо, очень скоро с началом войны командование флотом в их качествах разочаровалось. Но все-таки малые катера уже во Вторую мировую войну показали себя не самым лучшим средством войны на море. Тем не менее, причем естественно, что основная претензия была к малой мореходности этих катеров. Причем, как оказалось, что высокая скорость в боевых условиях оказалась не очень-то востребованной. Ну, понятно, что обеспечить ее было достаточно сложно. Ну, примерно то же самое наверное можно отнести к нашим Г-5. Конечно. Тем не менее, в январе 41-го года, то есть примерно через полгода после вступления Италии в войну, было решено построить еще одну серию. Четвертую из 11 единиц с номерами с 566 по 576. Полностью аналогично предыдущим, как гласит официоз, срочность и стандартизация взяли вверх над качеством отдельно взятой боевой единицы. Ну, понятно, что когда ожидаемые потери, а тут уже отработанный тип, пусть он не идеальный, но тем не менее себя в войну как-то показывает, проявляет, вот лучше мы еще построим на всякий случай. Заказ снова разделили, фирма Бальета 5 единиц, Пикетти 3 единицы и 3 челли. Цена уже здесь по миллиону за корпус и за двигатели. Видно, что стоимость двигателей практически не росла со временем, а стоимость корпусов росла и очень-очень сильно. Вот я не знаю, с чем это связано, но тем не менее такой факт нужно отметить. В силу уже огромнейшего опыта, накопленного ветвями, постройка шла настолько быстро, что все эти казена, если заказали в январе 41-го года, то встроя не вошли между августом и октябрем того же года 41-го. Самым быстрым оказался МАЗ-569, на испытаниях показавший 44,51 узла при размещении 25,78 тонны, а средняя скорость всей серии при полной нагрузке 28-29 тонн составила то же самое 41-42 узла. В общем, катера этой 4-й серии среди МАЗ-ов считались лучшими и все, кроме одного последнего 576-го, все они попали к там, на наш театр, они все воевали на Черном море. В начале лета уже 1943-го года Генеральная инспекция МАЗ, это структура, которая к тому времени появилась для координации действий всех катеров прибрежных, подала запрос в главный штаб ВМФ о необходимости постройки 5-й серии типа 500 и 10-го июня 43-го года был выдан заказ сразу на 30 единиц, опять 5-ти верфям, причем только 2 из них ранее занимались строительством тропедных катеров, это Бальета 12 единиц и Пехьоти 6 единиц. Три других верфи были новыми, Констагута из Генуи 6 единиц, Чиньки из Венеции 3 единицы и Контерьери Навале Дель Кевари из одноименного города еще на 3 единицы. В общем, проект был основан на 4-й серии, основные изменения были следующими, это усиливался металлический набор корпуса для повышения прочности, вспомогательные моторы исключались, как неоправдавшие себя, но все главные моторы получали реверсивные муфты. Тут фишка в чем, что, ну, как авиационные моторы, многие, они же не имеют заднего хода, там это все либо коробка передач, либо узловная коробка передач, реверсивные муфты. Вот на всех предыдущих массах задний ход обеспечивался вот этими самыми вспомогательными моторами, но поскольку высокая скорость на заднем ходу катера мне нужна, здесь решили отказаться от них и дать моторам реверсивные муфты. Причем сами двигатели уже новой модели АСМ-183 с чуть большей мощностью добавлялся второй 20-милитровый автомат, но не на носу, а зарубкой. И, кроме того, все бензобаки получали проектирование из каучука. Да, опять же, еще я забыл упомянуть, что, начиная со второй серии, вот типа 500, если на первой, как мы говорили, 4 из четырех цистерн для бензина, две находились в корме, две в носу, то, начиная со второй серии, произведена была перепланировка, и вся носовая часть была дана под кубрик команды, а все цистерны были перенесены в корму. Вот на схеме этого катера это видно. Ну и так же нельзя не отметить, что в том же журнале «Морелиз конструктор», в статье, посвященной именно этим катерам времен уже Второй мировой войны, был принят вот такой рисунок. Красота. Да, как ни трудно заметить, он в основе своей имел именно катер непостроенной пятой серии, но с некими такими вольностями, допущенными художникам. В общем, заказ на эту серию был выдан, причем, опять-то помню, что заказы они были в июне 43-го года. В июле союзники страдаются в Сицилию, в связи с чем итальянцы теряют возможность переброски своих кораблей с западного побережья Италии на восточные. Тут решают, что как бы на западе у нас таких тропенных китров достаточно, а вот на востоке маловато. И поэтому, раз их перебросить нельзя, то мы заказ с фирмы Больета, которая находилась на западе, мы отменяем и передаем ее фирме Челли в Венецию, то есть, чтобы большее количество было построено именно там. В общем, вот эта фирма и оказалась единственной, кто успел хотя бы заложить один такой катер. Поскольку в момент капитуляции Италии, опять же, как хитро сказано в итальянском официозе, строительство серии было автоматически отменено. Ну, то есть, сами по себе. Материалы для постройки были захвачены немцами, которые использовали их в дальнейшем там для каких-то своих нужд. В общем, на этом постройка типа 500 прекратилась. Тем не менее, нужно сказать о некоторых нереализованных вариациях этого типа. В конце 1939 года флот приступил к разработке двух экспериментальных тропедных катеров. Они так и назывались. Масс длиной 15,5 метров и масс длиной 22,5 метра. Предозначались они для замены катеров устаревших проектов. Вот еще которые с Первой мировой и вот эти все межвоенные с корпусом малой телеватости. Основной особенностью таких вот этих новых экспериментальных катеров должна была стать использование мотора Fiat модели А25М. Ну, на самолетах он уже к тому времени активно применялся и развивал мощность 1050 лошадиных сил. Но для катеров их решили дофорсировать до 800 лошадиных сил. Вот. Для повышения надежности. Соответственно, 15,5 метровый катер должен был получить два таких мотора, а 22,5 4, но на два вола. Два катера длиной 15,5 метров были заказаны фирме Бальетта в феврале 1940 года под номерами МАС 445-446 19 тонн, одноряданный корпус, вооружение то же самое как и на стандартном типе 500, ожидалась скорость порядка 60 узлов. Ничего себе! Замахнулись на Шекспира. Однако фирма приступила к заготовке материалов для таких котиров, но закладку произвести не успела и 29 октября 1940 года того же заказ был аннулирован, а фирме, как мы говорили, вот дозаказали еще два катера там третья по-моему, серия 563 или 64. Как говорится, по всей видимости, решение это было связано с тем, что мореходность этих котиров должна была оказаться хуже, чем у стандартных. Понятно. Катер длиной 22,5 метра по проекту должен был иметь возмещение около 35 узлов, металлический корпус, причем безреданный, просто V-образный, более тяжелое вооружение, ожидалось 20-мм автомат, пулемет крупнокалиберный и два тропедных аппарата. нужно сказать, что чертежей этого катера, как утверждают итальянские историки, не сохранилось, то есть погибли во время войны, вот поэтому представить, как он должен был выглядеть, ну, только так, может быть, как-то условно. В общем, здесь сначала, ввиду сложности силовой установки, ну, уже намушившись на предыдущих катерах, вот с этим тандемным расположением моторов, когда два мотора работают на один вал, причем не через муфту, а просто сидят на одном валу, сначала решили вместо двух моторного сделать, то есть вместо вот этих два по два поставить просто три мотора пожертвов скоростью, вот ожидалось, что он должен был всего 35 узлов развить. Значит, в начале ября 40-го года заказ на такой катер был выдан фирме ЦРДА, получил номер МАС-565, заложен 10 января 41-го, в марте заказали второй катер, а 28-го мая им присвоили новые номера 580-581, однако уже 14 июня заказ был аннулирован. Опять же, здесь уже причина официально известна, флот разочаровался в катерах с металлическим корпусом. Ну, ясно. Да. Ну, и кроме того, нельзя не отметить, что вот эта 500-ая серия очень хорошо отметилась на экспорт. В 40-ом году фирма Бальетта специально для Японии по образцу вот тех катеров, которые должны были быть дизельными МАС-451, построил один катер. Итальянцы его строили как торпедный, в Японию он поступил, но в состав японского флота вошел в артиллерийском варианте. Там под номером H1, ну, у японцев торпедных обращались T, а артиллерийский H. Есть его фотография, там, насколько я могу понять, он так снят как бы вот ровно с носа, насколько можно понять, у него стояли там две авиационных турели, видимо. То есть, видно там, что турель такая под плексиглазом, видимо, с двумя двадцатим литровыми пушками. Далее, 29 февраля 40-го года одновременно с продажей двух эсминцев и двух миноносцев в Швеции было продано еще четыре торпедных катера. Это МАС 508, 511, 516 и 524. В шведском флоте они получили номера Т-11 по Т-14. Вот имеется фотография одного из этих катеров уже со шведским номером под шведским флагом. В общем, прослужили они где-то до 46-49 года и послужили прототипом для следующих шведских катеров. Причем проектировались эти катера следующей фирмой Бальетта, а строились уже в Швеции на верфи Кокумс. По-моему, в Геоттаборге, что ли. Ну, где-то в Швеции. Первая серия, получившая номера с Т-15 по Т-18 была построена в 41-м году. Ну, практически тот же самый итальянский проект длиной 18,7 метров. Единственное отличие заключалось в том, что шведы отказались от бульгельных торпедных аппаратов и поставили просто обычные трубные, но калибр 450 мм. А артиллерийское вооружение, ну, или там, стрелковое, состояло из спаренного 8-ммм пулемета в авиационной турели, а впоследствии их заменили на 20-ммм автомат, по-моему, там шведы либо свои, либо мацены использовали, датские. В общем, все катера благополучно прослужили до списания в 56-м году. В 42-м, 43-м годах шведы построили вторую серию с номерами с Т-21 по Т-31. Они были крупнее, длиной 20 метров и несли уже два торпедных аппарата калибром 533 мм, то есть стандартные. И 11-мм автомат, тоже авиационные турели, вот на этом снимке можно его разглядеть. Причем, катер, вот один, по-моему, даже до сих пор сохраняется. Но эта фотография вполне современная. Современная, да? Да. Вот служили до 57-59-го годов, там в конце войны, в конце карьеры регулярно переоборудовались из торпедных сторожевые, а вот, например, Т-26, показан на этом снимке, здесь он представлен в качестве радиоуправляемой мишени для авиации. То есть, видимо, самолеты на нем отрабатывали либо ракетное, либо артиллерийское вооружение свое. Далее идем по экспорту. Как уже мы говорили, в 42-м году четыре катера второй серии. Фиником. Да. Нет, не так. Они сначала служили на Ладоге. Вот фотография. То есть, это катера с номерами с 526 по 529. Они были доставлены на Ладогу, воевали там. Итальянцы до сих пор утверждают, что потопили нашу канонерскую лодку Бира. Да. И это только то, что они точно видели. Да, кстати, там еще и других успехов они себе не приписывали. В общем, перезимовали зиму 42-го, 43-го года и 5-го июня 43-го года были проданы Финляндии, получив именные сначала наимирования Юл Хя Юрию Юс Кё Юмию, а впоследствии просто номера вот Джи с одного по четыре. Продали, да, они? Естественно. Вспоминается анекдот про еврейского дедушку сразу. Да. В том же 42-м году фирма Бальетта заложила для Финляндии по спецзаказу 5 катеров вот того самого проекта 15,5 метров. Итальянцы для себя их строить не решились, а вот финнам построили. У финнов они назывались Типхурья, тоже сначала имели имена, вот начинающиеся на эту букву H, условно будем по-английски говорить, а потом просто получили номера с H1 по H5. В 43-м году были доставлены Финляндию, служили, участвовали в войне. И в том же 43-м году финны сами построили по лицензии еще 6 таких же катеров, но они уже получали имена на букву T, и тип назывался там либо Тайство, в общем, аналогичные. И два еще они уже построили уже после войны. В строить все вступали как торпедные катера, но в 44-м году по условиям мирного договора с Советским Союзом финнам было запрещено иметь торпедные катера, поэтому они все переделали в сторожевые. Сняв торпедный аппарат и взгромозив вместо этого 40-миллилитровый бофорс. Ну и, наверное, к счастью для современных исследователей, один такой катер, ТАИС-Т3 или Т-113 бортовым номером, он до сих пор сохраняется в музее в Турку. Ну, сами катера были списаны между 61-м и 64-м годами, то есть служили очень долго так, в общем-то. Вот, но до недавнего времени еще, пока финны нам границу не закрыли, можно было съездить в Турку и полюбоваться вот на катер одного, один из таких. Красивая. Да, красивая. Ну, поскольку массы 500-й серии являются одним из самых многочисленных вообще-то оперных катеров как времен Второй мировой войны, так и вообще в мировой истории, всего было построено 79 единиц для итальянского флота и 30 на экспорт, что, в общем-то, очень хорошие показатели. Опять же, совершенно своеобразный проект такой, составляли костяк итальянских москитных сил. В общем, стоит уделить им внимание и сказать, как бы, дать им оценку несколько более развернутую, чем мы говорили про предыдущие катера. Прежде всего, нужно отметить, что вот эти массы 500-й серии находились, наверное, в общей тенденции итальянского судостроения того времени. Как говорится, политика рекордов. Основной приоритет отдавался скорости. Причем, если для кораблей, как бы, вот, всех остальных классов скорость являлась просто важным показателем, то для тормедных катеров она являлась не просто важным, а отчасти и же, как бы, основополагающим, поскольку она являлась таким одновременно и наступательным фактором, и оборонительным, поскольку мощное вооружение катер не нес, и скорость являлась, в общем-то, одним из таких способов уклониться от атаки или, там, от преследования. правда, при этом итальянцы так, пуская скупую мужскую слезу, пишут, что если бы вот мы не бросились вот в эту реданную схему, то могли бы, наверное, опередить другие страны в развитии безреданных катеров. Ну, наверное, в этом плане они уступили пальму первенства, наверное, сэк-англичанам, которых Восперы и так далее, их производные в годы войны себя показали, наверное, наилучшие вот из таких умеренных размеров пятых катеров. Ну, что дальше можно сказать? Опять же, пойти на этот шаг итальянцев заставило, ну, отсутствие более подходящих двигателей, хотя, в общем-то, вот эти ASSA, они себя проявили просто великолепно вообще изотов-раскиневский, причем фирма вот эту модель ASSA 1000, она ее развивала постоянно, и если на первых моделях там ASSA 181, мощность была 1000 лошадиных сил, то впоследствии на 183-х, там ее довели до 1150, а уже к концу войны появилась модель ASM 185 с наддувом, который там полторы тысячи лошадиных сил, но все эти моторы уже шли на более крупные катера, о которых мы поговорим чуть ниже, на массы вот и данные, она не ставилась. Опять же, итальянцы эти моторы широко поставляли на экспорт, и как они, как-то сам себя не похвалишь, ходишь как оплеванный, в общем, пишут, что вот в Англии-то мы их поставляли, а когда война началась, поставки прекратились, что создало для англичан проблем, они свои торопедные катера там вынуждены были изыскивать какие-то новые способы, они начали получать массово. Далее, о чем можно сказать, что, естественно, для реданных катеров очень таким, наверное, фактором, показательным и неприятным было то, что скорость сильно зависела от состояния моря, поэтому свои вот эти рекордные 45 с лишним узлов, показывали сугубо на гладкой поверхности воды и с увеличением волнения скорость сильно падала вплоть до того, что при превышении 4-х бального волнения уже они не могли не только использовать оружие, но и нахождение в море было сопряжено с определенными трудностями. Опять же, реданный корпус негативно сказывался не только на том, что скорость от волнения сильно падала, но и на волнении резко увеличилась нагрузка ударной на корпус, поскольку вот эта непрерывная скачка по волнам, она приводила к расшатыванию собственных связей корпусных и на моторах не могла не сказываться. Так что, как говорится, после скачек по волнам катерам приходилось регулярно становиться в ремонт, где им естественно усиливали конструкцию, что верило к дальнейшему падению скорости. Сушение массы. повышению массы, как говорится, тут где-то рядышком стоит и хитро улыбается один известный советский авиаконструктор. Не будем показывать пальцем. Следующий фактор применение металлических корпусов для торпедных катеров. Итальянцы естественно хотели сэкономить вес для того, чтобы увеличить скорость. Это им удалось, но минусов оказалось несравненно больше. Во-первых, металлический корпус, поскольку использовался не сталь, а легкие сплавы алюминиевые, то это неизбежно ввело к коррозии. Опять же, для уменьшения приходилось усиливать корпус или поднимать катера на стенку. В общем, эти катера требовали непрерывного ухода. Причем ухода специфического, не такого, какой был нужен деревянным торпедным катерам, что, естественно, накладывало свой отпечаток на том, что либо вы к этим катерам прилагаете специально подготовленный персонал обслуживающий, то есть они чаще всего не могли действовать, ну, не действовать, а базироваться там же, где базировались деревянные. В общем, проблем это вызвало гораздо больше чисто от реализационных. Второй негативный фактор – это меньшая эластичность металлических конструкций. Почему в годы Второй мировой войны абсолютное большинство быстроходных катеров делалось из дерева. Либо деревянные, либо композитные, то есть металлический набор, деревянная обшивка. Дерево более эластичное, поэтому все вот эти удары дерево глотает лучше. Поэтому металлические катера чаще приходилось выводить в ремонт просто по усталости накапливая металла. Ну, опять же, посмотрим хитро на Дрея Николаевича Туплива. Да. По проектам которого строилась основная масса наших торпедных катеров. Ну, нужно сказать, что в годы войны все итальянские торпедные катера использовали торпеды калибра 450 мм. Как правило, они имели боевое зарядное отделение массой 200 кг, что, в общем-то, для такого калибра весьма неплохо. как правило, ставились на два режима хода, либо 2000 метров на скорости 47 узлов, либо 4000 на 40 узлах. Это торпеда имеется в виду. Опять же, такая интересная особенность. Первые торпедные катера с первыми аппаратами в мензине, там торпеды ставились сугубо горизонтально, а на первых катерах типа 500, они ставились как бы с наклоном вниз. Ожидалось, что это будет лучше для пуска торпед на скорости, но практика опровергла изначальное ожидание, и оказалось, что как раз лучше отпускать торпеды, чтобы они были рулями как бы вниз наклонены. Вот по фотографиям хорошо видно, даже можно сразу сказать, какой серии принадлежит катер. То есть, на первых торпеды вниз наклонены, дальше на хвост. Вот такая небольшая фишечка. Ну, также нужно отметить, что стрелковое вооружение всех катеров 500-й серии сначала это пулемет Бреда 231-го года, потом заменили на 20-милитурные автоматы. И это все практиковалось до послевоенного периода. Нужно сказать, что прогресс в увеличении числа скорострельных автоматов на боевых кораблях, он привел к тому, что дневные атаки торпедных катеров уже к 41-му году становились очень и очень опасными, а впоследствии невозможными. Поэтому все торпедные катера перешли к использованию ночное время. С другой стороны, используем ночное время позволило им избежать атак со стороны авиации, поскольку самолетов, способных ночью атаковать торпедный катер, в то время еще не существовало. Они если появились, то только уже в конце войны. Тем самым, как будто это артиллерийское вооружение в один автомат вполне отвечало имевшимся потребностям. Опять же, такая хитрость, которые имели итальянские торпедные катера. Это вот на многих фотографиях в них видны такие непонятные штуки, лежащие на палубе перед рубкой. Такие. У итальянцев это называлась гидрофонная трубка типа С. Некий гидрофон, который при нахождении катера без хода, там он опускался в воду с двух сторон катера, даже мог вращаться, в общем, использовался для поиска подводных лодок. Нужно сказать, что торпедные катера, несмотря на полную неэффективность такой работы, для нее привлекались очень и очень часто. Да. Причем, если катера еще времен первой мировой войны, они несли вот этот буксируемый параван, на этих уже отказались, но глубинные бомбы, вот эти 50-кограммовые, небольшие, они входили в обязательном порядке в состав поражения катеров, причем на последних сериях их количество даже увеличили. И, несмотря на то, что вот эти гидрофонные трубки для поиска подводных лодок оказались совершенно неэффективными, они сказали свою положительную как бы функцию в том, что когда шли большие группы кораблей надводных, вот при том же коровой педестал, вот эти торпедные катера выходили где-то там в море, в район ожидания и гидрофонами с большого расстояния слышали приближение больших групп надводных кораблей. Интересно. Да. Следующей интересной особенностью этих торпедных катеров стало применение генераторов дымовых завес. их не было, то потом по опыту боевых действий ну естественно он показал свою полезность на всех флотах. И вот что самое интересное, что итальянцы захватили большое количество дымогенераторов французских в Безерте и в Тулоне и в последний год войны очень широко их использовали. Ну, камуфляжная окраска применялась на торпедных катерах, но очень быстро показала не только свою бесполезность, но, как опишут итальянцы, даже вредность. Поэтому в конечном итоге заменили ее на маскировку местбазирования. Понятно? Вот опять же фотографии Персладыги, там эти торпедные катера просто увенчаны всякими березками, елочками. Фины вообще маскировали корабли огонь. Наибольший урон причинял. Они броненосцы свои там как будто остров засаженный елками. Катер, В годы Второй мировой войны в состав итальянского флота входили данные катера не только итальянской постройки. Занятием это Югославии в апреле 1941 года итальянский флот пополнился двумя реданными катерами стандартными тронекровтовскими 55-футовыми. Это бывшие югославские Ускок и Четник, получившие в итальянском флоте номера МАЗ-1Д и МАЗ-2Д. Ну, буква Д в номерах обозначает Далмация, то есть место, где эти катера были захвачены. Ну, наверное, тронекровские катера в особом представлении не нуждаются. Тоже стандартные, деревянные. Югославские были построены в 1927 году, то есть проекту к тому времени было уже больше 10 лет. Понятно. Два мотора общей мощности 750 лошадиных сил, 32 узла развивали, те же самые две 450-метровые торпеды и спаренный 8-ммитровый пулемет. Ну, понятно, что в итальянской флоте эти трофеи ничем особенными не отметились, использовались исключительно как учебные. МАС-1Д погиб в апреле 42-го года от навигационной аварии, а МАС-2Д был списан буквально на резко дейдер капитуляции 1 сентября 43-го года. Поэтому куда интереснее и куда более полезными для итальянцев оказались шесть других трофеев. С них в итальянском флоте пошло не только новое поколение торпедных катеров, но и вообще они оказали неоценимый вклад внести в развитие вообще итальянских катерных сил. Что же такое было? А сейчас мы об этом скажем. Но нужно сказать, что руководство итальянского флота вполне себя осознавало все негативные качества своих малых трофеевных катеров. И поэтому еще с двоедного времени, как мы уже говорили, это Стефано Тур. В общем, итальянцы хотели себе большой трофеевный катер, но негативный опыт испытаний Тефа Натура заставил их несколько поумерить свой пыл и отказаться от их постройки на какое-то время. Опять же, итальянский официоз говорит, что попытки итальянского флота получить от германского союзника чертежиш Нельботов, который германский флот эффективно использовал в Северном море, в условиях даже более суровых, чем обычно на Средиземном море имеются. В общем, дело венчались успехом. Ну, тут, наверное, что можно сказать? Вот документов ни итальянских, ни немецких о том, что итальянцы просили немцев такие торопедные катера, ни мне, ни вот я даже консультировался с Мирославом Эдуардовичем, ему тоже не попадалось. Но, правда, по документам можно доказать, что что-то было. Да, ну, вот если ты видишь в документе, что вот был такой факт, то, да, он был. А то, что его не было, ну, нет его в одном документе, нет в другом. Не факт, что где-то не имеется третий документ, которого пока еще никто не видел. Не введен в научный оборот. Да. В общем, официоз утверждает, что итальянцы просили, но доказательств пока не приводит. Поэтому мы так это условно будем иметь в виду. То есть, в итальянской литературе есть такое мнение, да? Есть, да. Мнение, опять же, историков. В общем, попытки итальянцев обзавестись большим торпедным катером сдвинулись с мертвой точки только с моментом капитуляции Игославии в апреле 41-го года. Поскольку к началу Второй мировой войны в состав югославского флота входило восемь торпедных катеров фирмы Люрсен. У югославов они имели название Ориен, Вилибит, Динара, Триглов, Сувобор, Рудник, Таймакчалан и Дурмитор. Вот на фотографии они представлены во всей красе. Весь дивизион с номерами с единицы по восьмерку. В общем, вся серия была построена в Германии фирмой Люрсен с 1936-го по 1938-й год с таком двумя подсериями на 6 или 2 единицы. В общем, стандартный немецкий торпедный катер типа С-2. Водомещение полное 62 тонны 28 метров длиной. Означались тремя двигателями Mercedes-Benz бензиновыми, 12-цилиндровыми, там мощность от 950 до 1000 лошадиных сил каждого. 33 узла. Ну, 33 узла это с использованием так называемого эффекта Люрсена, о котором надо, наверное, сказать отдельно. Когда немцы построили вот эти свои первые торпедные катера, они были трехмоторными и имели три руля. Один большой и два небольших, ну, как бы за каждым винтом стояло по рулю. И на испытании случайно обнаружилось, что если вот центральный винт стоит прямо, а два других немножечко развернуть вовне, то скорость катера увеличивается. Круто. Вот. Вот такой эффект получил название эффект Люрсена и использовался впоследствии немцами на всех своих последующих катерах. Ладно, вернемся к Югославам. Значит, 33 узла они давали полного хода, а экономический 7-узловой ход обеспечивался дополнительным мотором экономического хода фирмы Maybach, что характерно, мощностью 100 лошадиных сил. Вооружение югославских катеров состояло из два торпедных аппарата калибра 550 мм под французские торпеды, они использовали французские торпеды, две запасных, как и у немцев, можно было принимать на борт, автомат Boffers 40-миллиметровый, но не вот тот, который американцами, как сказать, был популяризован с длиной столов 60 калибров, у них была предыдущая модель с длиной 43 калибра, но тоже неплохо, тоже неплохо, да, собственно, они отличались только там дальностью стрельбы, причем, как бы, в реальных условиях хватало и этого, более чем, значит, автомат от стоял на корме, а в носу у них стоял 15-миллиметровый пулемет чешский сдаевка, тоже такой, неплохая модель, значит, в момент падения Югославии два катера Каймак-Чалан и Дурмитор успели уйти на Крит, потом Александрию и там воевали в составе Югославского флота под эгидрой англичан, а все шесть остальных были захвачены в Которе итальянцами и сразу же итальянцы так, вах, как-то повезло, да, можно теперь у немцев ничего не просить, не все так просто, там даже была такая некая интрига, поскольку немцы к тому времени после захвата Греции тоже стали формировать свои военные морские силы на Средиземном море, они просили итальянцам отдайте нам в зад, не еду, и что, такая корова нужна славу, в общем, не отдали и включили в состав своего флота, как бы продолжив ту же самую линейку, то есть масс 3D и там 4, 5, 6, 7, в общем, с третьего по 8, с номерами с 3D по 8D. В мае 41-го года 5 из 6 катеров отправили в Таранто на ремонт как корпусов, так и двигателей, а бывший Ольян отправили на верст в Монфальконе, как у нас в Царской Риме говорили, для снятия чертежей с натуры. Ну, правда, итальянцы захватили еще в Югославии и чертежи, то есть немцы им не дали, как они сами говорят, но вот в Югославии им удалось захватить полный комплект чертежей, вот плюс натурные. В общем, после восстановительных работ, которые, ну, где-то в конце 41-го, в начале 42-го года завершились, итальянцы их капитально отремонтировали и несколько модифицировали. Собственно, эти модификации включали в себя, ну, прежде всего, капитальный ремонт как корпусов, моторов, бортового оборудования, а торпедные аппараты, ну, как пишется, не переставлялись, но приспособили под итальянские торпеды. На четырех торпедных катерах из шести заменили артиллерию. Ну, итальянцы сочли, что вот того боезапаса, поскольку, собственно, они не производили боезапас ни 40-мм, ни 15-мм, а того, что захватили в Югославии, ну, им показалось маловато. Поэтому на двух катерах МАС-7D и 8D они оставили оригинальное вооружение, а на всех остальных заменили Бофорс и эту взброевку на два 20-мм автомата Бреда. Правда, как они сами потом пишут, после того, как это все было сделано, в Югославии обнаружили большие запасы, что заставило пожалеть о произведенном перевооружении. Это их слова. Ну, конечно, 40 мм просто 20-ти, прям критически. Ну, кроме того, по своему обыкновению на все эти кассеры они поставили глубинные бомбы, причем, если на массах были только 50-килограммовые, то сюда они взгромоздили 12-100-килограммовых и 20-50-килограммовых. И вот эти свои гидрофонные трубки Д тоже обязательно. Ну, кроме того, вот как видно на фотографиях, изначально оснащались мачтой, эти оборудовались, эти катера, впоследствии от нее отказались, там, либо очень короткий, такой, больше на флагшток похожий, либо просто сняли. Ну, и примечательно, что эти катера оказались единственными итальянскими торопедными катерами, получившими их, несшими всю свою карьеру камуфляжную краску. А далее, значит, что нужно про них сказать? Ну, изначально планировалось, что они поступят в Киринаику, будут служить, ну, там самые сейчас, как бы, в это время, с начала 1944 года, самые жаркие бои шли. Но, сославшись на то, что малые запасы, ну, мало зипа, в общем, решили их отправить в Игейское море, поскольку там базы были более оборудованы, вот именно в отношении ремонтных возможностей. Вот. Ну, и они там до конца войны пронаходились, и в 43-м году все были захвачены немцами. Вернулись в хозяйские руки, так сказать. На основе найденных в Югославии чертежей и снятия с натуры с масты Д, верфь ЦРДА, проконсультировавшись с другими специализированными верфьями, разработала новый проект, который так и получил название ЦРДА 60-тонный. Здесь уже во главу угла ставилась максимальная технологичность постройки, чтобы за кратчайший срок получить максимальное число катеров и затраты снизить до разумных пределов. Поскольку дизели Мерседес, ну, итальянцы просили дизели для своих этих катеров, но у немцев в том времени, начало 41-го года, у них самих регулярно шнельбота стояли у стенки в ожидании новых дизелей, поскольку там и ресурс моторов был небольшой в то время. В общем, немцы им отказали. Поэтому итальянцы, естественно, остановили выбор на лучшем из имевшегося, а это были моторы изотов раскини АС-1000 модели АСМ-183 мощностью по 110 лошадиных сил, как пишется, чье использование на масс дало хорошие результаты. Вот. Ну, это априори хранило преимущество немецких с нельботов в отношении дальности плавания и пожароопасности, но с этим приходилось мириться. В другой стороне не в северном море там ходить собирались, а тут у себя. Ну, не, дальность плавницы, северном море это даже, наверное, она менее важна, чем здесь. Тем более, что немцы к тому времени воевали, даже не в северном море а в Ла-Манше. Ну, в общем, хотели итальянцы именно Катя с большой дальности плавания, не получилось, ну, сочли плавно, будем иметь, что имеем. Короче говоря, уже 25 июня 41 года, то есть два месяца всего прошло после захвата, фирме ЦРДА выдали заказ сразу на 18 аналогичных катеров первой серии так называемой. Причем, в итальянском флоте они классифицировались как мотосилуранти, то есть, если вот там масса, это как бы моторный катер, торпедный, то здесь, ну, силуранти, вообще это слово во флоте в итальянском не применялось, но силуранти называли торпедоносцы, то есть, самолеты, то есть, если во флоте было принято слово, ну, вообще, это такой, некий лингвистический казус, да, если у нас миноносцы несут торпеды, да, то там получалось, как бы, что торпединиера, вот в итальянском языке сама торпеда это силура, а, ну, вот как у нас называли все подводное оружие минами, а потом самодвижущиеся мины назывались торпедами, а у них было как бы наоборот, все подводное оружие называли торпедии, то есть, и мины, а торпеды называли силуранти, силури, да, соответственно, торпедоносцы это силуранти, и поэтому, если миноносцы у них торпединиеры, то есть, полный аналог с нами, а торпедные катера получили название силуранте, то есть, именно торпедоносцы. В общем, 18 катеров, причем, сначала они получили номера с МС, там, с МС, по-моему, 10 и далее, то в начале 42-го года, в начале 1 июня 42-го года итальянцы приняли новую систему нумерации по дивизионам, поэтому эти катера получили, в итоге, вошли в строй под номерами МС с 11-го по 16-й, с 21-го по 26-й, с 31-го по 36-й, то есть, и одновременно с этим, не одновременно, чуть позже, но и югославские, вот с МАС, там, 3-д, их переименовали в МС с 41-й по 46-й, то есть, как бы, каждый дивизион имел номераз с 1 по 6, то есть, дивизион по 6 единиц, а стоимость этих катеров уже существенно, естественно, превзошла, ну, как существенно, наверное, на тонну водоизмещения примерно то же самое, если те, порядка 20-ти тонны, порядка миллиона, то здесь 3 миллиона 250 тысяч за корпус и миллион 650 тысяч за двигатели. Вот двигатель-то одинаково стоит. Да, но тут 3 вместо 2. Ну да. В общем, головной МС-11 был заложен 20 сентября 41-го года, вышел на испытание 30 марта 42-го года, все катера были переданы флоту с конца апреля по конец августа 42-го года. Ну вот, чертеж представлен, зрители его тоже увидят непременно. Значит, катер имел замещение порядка 63 тонн, 28 метров в длину, а самый большой, наверное, отличие, которое итальянцы по сравнению с немецким прототипом сделали, это увеличили высоту корпуса. То есть, если немецкий оригинальный проект 256, то у итальянцев 268. И мостик у немцев располагался перед рубкой, а итальянцы его перенесли за рубку. То есть, во-первых, повыше и более защищенный, более удобный. Вспомогательных моторов решили не ставить, поскольку для экономии веса в основном обошлись реверсивными муфтами, на испытаниях максимальная скорость была показана 33,5 узла, но на практике, естественно, оказалась ниже 32, 32,5. Зато она могла поддерживаться на оволнении до 4 баллов. А в море они могли находиться, насколько я помню, чуть ли не до 7 баллов. Дальность плавания на полном ходу составила 250 миль, на крейсерском 12-узловом только под средним мотором 850 миль. То есть существенно возросла по сравнению с массами. Вооружение два торпедных аппарата полноценных, 533-мм с двумя запасными торпедами и по проекту два 30-мм автомата Бреда. Правда, на практике, поскольку фирма Бреда не успевала с поставкой автоматов, тем более там уже они, поскольку зенитное вооружение требовало усиления на всех кораблях абсолютно. В общем, практически все катера вплоть до 43-го года имели только кормовой автомат, а на носу вместо него ставили два 8-мм пулемета. Ну, также 8-100-килограммов глубинных бомб и уже не две, а целых три гидрофонных трубки. Не знаю, про зачем нужна была третья, насколько я понимаю, там они были именно завязаны на четное число. Напасная. Ну, в общем, как-то да. Дуб потеряют. Ну, и, как мы уже говорили, до 43-го года массово ставилась на них французская дымовая аппаратура. Первые же испытания и боевое применение, ну, они практически сразу, как говорится, из огня в плымя, да, практически сразу после вступления в строй были задействованы против операции «Педестал», потопили Манчестера, там они еще после торгового, в общем, там полнейший восторг. И сразу, даже еще до операции «Педестал», но после первых испытаний, 14-го июня 42-го года, это, собственно, день, когда шла операция против конвоя «Вегореса», был выдан заказ еще на три дивизиона, то есть еще на 18 единиц, там, соответственно, с 51-го по 56-й, с 61-го по 66-й и с 71-го по 76-й. Головной катер был заложен 6-го августа 42-го года, а последний 28-го января 43-го. В строй они вступать начали в феврале 43-го года и до капитуляции Италии постройка была закончена всех, но последний находился еще на испытаниях на момент капитуляции, но сейчас я об них еще поподробнее скажу. Значит, основное отличие от предыдущих заключалось в том, что в носу был такой небольшой фальшбортик сделан для уменьшения заливаемости, мореходность улучшилась и, как ни странно, итальянцы пишут, что улучшилась видимость с мостика. Ну, может быть, за счет брызг, не знаю, то есть другого объяснения у меня нет, а итальянцы не говорят, почему. Значит, вместо остальных торпедных аппаратов применились легкосплавные, причем часть торпедных аппаратов поставлялась из Германии. И вот даже видно, что у первых были совки, а здесь вот чисто немецкая фишка, что были такие крышечки открывающиеся, даже не так, а вот они извне вперед вот так открывались. То есть часть торпедных аппаратов поставлялся из Германии, часть была итальянского изготовления, но вот из легких сплавов. Плюс добавили в корму два стандартных гугельных торпедных аппарата системы Минзини на 450-мм торпеды. То есть всего этот катер мог нести до шести торпед. То есть две в аппаратах, две запасные, стандартные 533, и вот две еще. Объяснений итальянцы не приводят, для чего были нужны эти две еще торпеды, но вот тем не менее были, дополнительные, а не запасные. они запасные у них были уже. Значит, сразу полноценные вооружения получили, то есть два автомата они ставили сразу и плюс еще два пулемета 8-мм ставили. Они чаще всего устанавливались вот за торпедными аппаратами, там поборно. Увеличить запас топлива, причем дальность плавания при этом возросла на 50 миль на полном ходу и на 70 миль на, даже не на экономическом, на крейсерском под двумя моторами. 23 узла не давали, но прирост может быть не такой значительный, но был. Кроме того, несколько катеров строились в модифицированном варианте. МС-73, на нем был установлен вспомогательный мотор Фиат в 120 лошадиных сил, дальность увеличилась до 1300 миль, но правда 8-м узловым ходом. Мы говорили уже, что это такое. Два катера МС-74 и МС-75 были достроены в варианте носителей специальных штурмовых средств. То есть, могли нести либо 2 человек управляемых торпеды вот этих Майяля, либо 2 взрывающихся катера типа МТМ или МТР, либо 1 сверхмалый торпедный катер типа МТСМ или МТМСМА. Правда, как он там помещался, я не очень представляю, поскольку он все-таки достаточно длинный был. При этом поднимать эти средства с воды они сами не могли. То есть, они могли их спускать, но поднять нет. То есть, наоборот они могли только в условиях базы устанавливаться. Вот есть фотография МС-75 с взрывающимся катером типа МТМ на борту. Водоизмещение у них превысило 70 тонн. А, да, еще фишка, что эти два катера вооружались фирлингом. То есть, вот в центре, вот немножко перед катером, вот тут видно под этим, под брезентом, там стоял 4-й фирлинг и 20-миллилитровый автомат стандартный на носу. Значит, за счет того, что размещение превысило 70 тонн, скорость не более 28-29 узлов. Вот, тем не менее, как бы планировались к применению. И, наконец, последний катер МС-76 получил новые моторы вот этой модели АСМ-185, о которой мы говорили, с наддувом, мощностью 150 лошадиных сил. На испытаниях достиг 35,47 сотых узла при полном возмещении практически 67,5 тонн. Но двигатели оказались сыроватыми, конечно, их довели бы, но, в общем, да. И за счет именно того, что двигатели еще доводились, он оказался на момент перемене на фирме венфальконе и был захвачен там немцами. В общем, как мы говорили, эти, вторая серия была заказана еще до операции Пьедестал, а уж успех при Пьедестале там просто настолько поразило руководство итальянского флота, что генеральная инспекция МАС просто была вот в восторге и побудила выдать еще заказ на следующую серию, уже третью получается, в середине 43-го года инспекции МАС затребовал постройку 46-ти больших торпедных катеров и 43-х малых для восполнения потерь. Правда, в итоге программу было включено несколько измененное количество. Значит, выдали по программе 44-го года заказ на 6 торпедных катеров типа Люрсен С-26, это вот стандартные немецкие торпедные катера с полубаком такие, ну, известные 26-й, причем, насколько я понимаю, для них уже должны были поставляться немецкие дизеля, то есть, вот то, что хотели, как бы, да, причем вот эти катера даже получили номера С-81 по 86, то есть, настолько итальянцы им их желали. 18 ЦРДА 60-тонных третьей серии и 30 массов пятой серии, как мы говорили уже, а по следующей программе добавились к ним еще три Шнельбота и 36 вот этих 60-тонных ЦРДА, причем ради этого сократили даже постройку противолодочных катеров и моторных тральщиков, которые строились, в общем-то, тоже, как развитие вот именно этого же проекта, вот, то есть, настолько приоритет ударных катеров был у итальянцев вот, выше, выше, да, ну, однако, естественно, перемирие положило конец всем этим хотелкам, и единственный Шнельбот появился в итальянском флоте только сильно после войны, это был бывший немецкий С-64, ой, С-67, который получил в итальянском флоте номер МС-485, но не суть. В общем, засим рассказ о тех торпедных катерах, которые в итальянском флоте строились и проектировались во время Второй Боровой войны, можно завершить. Кто-то, может быть, помнит, что я обещал рассказать сразу и о действиях торпедных катеров, но если вы взглянете на таймер, поймете, что просто уже некогда. Поэтому обещаю, что лекцию по действиям итальянских торпедных катеров я сделаю просто отдельно и не в рамках этого цикла. В общем, все будет. Здесь же еще хотелось бы упомянуть о некоторых проектах, не реализованных. В частности, в январе 43-го года возник удивительный, наверное, проект МАС, не МС, а именно МАС, то есть малый торпедный катер с защитой жизненно важных органов от пулеметного огня самолетов и малокалиберной артиллерии кораблей. Чертежей такого катера не сохранилось, есть только некоторое описание, что он должен был строиться либо из дерева, либо из легких сплавов, иметь корпус с двойным реданом, бронированный редут в центре, в котором помещалось машинное отделение и поступравление. Самое удивительное, экипаж два человека, да, то есть они должны были вести катер при помощи вот некой системы телеуправления, то есть стандартные две 450-минтровые торпеды плюс турель, видимо, какая-то авиационного типа с дистанционным управлением с 20-минтровым автоматом. Ну, либо спаренным пулеметом. То есть явно что-то такое авиационное. Ожидалось, что возмещение такого катера составит 21 тонну, длина 14 метров, броня толщиной до 30-35 миллиметров, один мотор, изотов раскинет этот турбонаддув в 1500 лошадиных сил, 37 узлов скорости. Ни изображения, ни более детальное описание не имеется. Ну, вот, наверное, на этом собственно рассказ о терпенных катерах, о проектах мы завершим и в заключении просто немножечко цифр приведу, как мы проводили про остальные корабли. Согласно официальному итальянскому официозу, в июне 41-го года, когда итальянский флот вступил в войну, в строю находилось 69 катеров различных типов, в том числе 51 катер типа МАС-500 и 18 старый или экспериментального типа, плюс 16 постройки. Ну, когда я попытался сопоставить это все четко разбить по номерам, в общем, не получилось у меня такое количество. Вместо 49 вышло всего 61. Из них современного типа 500 47. Ну, очевидно совершенно, что итальянцы просто забыли вот эти 4 катера проданных Швеции исключить. Построено-то их было, 51, но в строю осталось на 4 меньше. Ну, плюс 14 катеров устаревших типов и 16 постройки. В июне 40 у них вот такой состав был, Да. То есть, у них вторая серия в 39 году уже вся успела быть построена, а следующую они заказали только в 41. Ну, опять же, итальянцы отмечают, что развитие торопедных катеров в межвоенные годы, в отличие от периода Первой мировой войны, шло не в количественном отношении, а скорее в качественном. И замена старых торопедных катеров на современные только-только началась перед началом войны. Опять же, вот продаж четырех катеров современного типа, но итальянцы еще прибавляют два катера в родных Испании, вот эти вот Хавер Кирога и Кандидо Перес, но они, конечно, ценность имели гораздо менее такую. В общем, сомнительную, прямо скажем. Соответственно, как мы уже говорили, что к началу Второй мировой войны костяк итальянских торпедных сил составляли катера типа 500. Старые в основном оставались вот в Восточной Африке действовали сугубо старые. Весной 41-го года 8 катеров было захвачено, из них 6 больших, 2 малых, и во время войны построено было 63 торпедных катера, 27 массов малых и 36 массов больших. Можно, наверное, условно торпедные катера периода Второй мировой войны разделить на три категории малые, средние и большие. Вот итальянцы строили только малые и большие. Средние это вот, например, ну, наши Д-3 можно условно отнести, наверное, к средним, они в размещении больше 10-ти тонн имели. Ну, там, британские Восперы, американские Хиггинсы, это именно катера, наверное, средние такие по тем временам, порядка там 40-50-ти тонн размещения. И опыт войны, наверное, показал, что для прибрежных водок, крутые, но они не стоят, соответственно, и, опять же, некие ограничения на использование у них имелись. Ну, вернемся к итальянцам. В общем, как, опять же, наверное, последнюю цитату из официоза приведу, ограниченный промышленный потенциал Италии не позволял строить большие группы катеров, и только благодаря огромным усилиям и жертвам можно было ввести в строй в общей сложности чуть более 100 быстроходных прибрежных единиц различных типов. Ну, итальянцы под быстроходными прибрежными единицами имеют в виду МАСы, МС и катера противолодочные типа БАС. Но мы уже не их упоминали в лекции про эскортные корабли. Таким образом, в общей сложности в годы войны в составе итальянского флота числилось 132 торпедных катера, 89 малых типа МАС и 43 больших типа МС, ну, еще 48 БАСов вот этих противолодочных. Опять же, чтобы можно было перейти в сравнение с Первой мировой войной, скажем, что на, ну, почти на начало войны, там у них вот на 30 июня, не на 10, а на 30 июня 40-го года, личный состав катерных сил рассчитывал 73 офицера и 537 нижних чинов унитиофицеров и матросов. А к сентябрю 43-го года достиг цифры 220 офицеров и около двух с половиной тысяч матросов и старшин. По боевым причинам было потеряно 35 МАС и 17 МС. Причем в эту цифру я включил не только потери, пронесенные до перемирия, но и после перемирия катеров, остававшихся под контролем, ну, грубо говоря, оставшихся верным королю, то есть действующих на стороне союзников. Там были такие потери. При перемирии экипажами было уничтожено 4 терапевных катера типа МАС. Вот эти все потери в сумме составили 43,8% для малых катеров и 39,5% для больших. В общем, потери весьма ощутимы. Причем сюда не включены потери, понесенные в связи с перемирием. Они были еще больше. Немцам удалось захватить в общей сложности 24 МАС и 17 МС. Ну, как пишется, часть из которых еще строились, тут, видимо, и ремонтировались, поскольку у строящихся был только один захвачен. Из них введено в строение немцами было 6 МАС и 14 МС. То есть из малых из 24 захваченных 6, из больших из 17 захваченных 4. Почти все ввели. Да. Опять же, это говорит о том, какое значение немцы придавали собственно этим катерам. При этом имело место еще два случая, когда катера, находившиеся на стороне как бы короля и союзников, переходили обратно к немцам. Причем второй этот случай произошел аж в апреле 44-го года. то есть я не понимаю, что нужно было уже как бы ловить. А психанули просто, елки-палки. Просто психанули. И кроме того, 7 малых тропедных катеров, которые действовали у нас на Черном море, итальянцы, когда оттуда уходили, передали немцам. Ну и плюс 4 Финляндии. Из этого числа 14 малых тропедных катеров и 5 больших немцы передали флоту вот этой итальянской социальной республики, которая действовала под управлением Муссолини. Почти все эти катера были потеряны в ходе боевых действий. В общем, к концу Второй мировой войны в строю итальянского флота осталось всего 13 малых и 15 больших тропедных катеров. Это включая те, которые были обратно от немцев возвращены. В общем, отобрали обратно. Да. Нужно сказать, что по условиям мирного договора итальянцам, как и финнам, было запрещено иметь тропедные катера, поэтому все большие тропедные они переделали в такие вот артиллерийские. То есть... Как елку утыкан игрушками. 6 20-мм автоматов они в итоге получили. Но после вступления Италии в НАТО запрет был снят и часть таких катеров была после войны, в общем, прошла такую серьезнейшую модернизацию опять в торпедные. там, правда, они такие условно торпедные артиллерийские, можно назвать. Там и торпедные аппараты были. В общем, последний из этих катеров был исключен из состава флота Тедынц в сентябре 1980-го года. До кроме того, нельзя опять же не упомянуть, что по репарациям Советскому Союзу было передано 6 катеров. Два малых МАС-516 и МАС-519 и 4 больших. Это МС-52, МАС-61, МАС-65 и МАС-75. Там на самом деле еще из, по-моему, из малых устаревших предлагалось, но наши отказались принимать. В общем, ну, малые вообще не впечатлили советской командой, поэтому они там, по-моему, почти сразу после получения, все, понятно, достались Черноморскому флоту. Вот, по-моему, малые сразу были какие-то вспомогательные, то ли разъездные, то ли цели. Ну, большие какое-то время послужили, потом тоже были так. Ну, совсем все. Обещанную лекцию по боевому применению тропедных катеров ждите. Надеюсь, что будет. Спасибо за внимание. Да, друзья, спасибо огромное. В первую очередь тем, кто поддерживает нас на платформе, спонсор все наши лекции, включая эту, естественно, выходит благодаря вам. До свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok